Здравствуйте! Вы смотрите Амперметр, и с вами снова я, Александр Трепетин. И сегодня я расскажу вам о том, как распределяется мощность между автомобилями, одновременно заряжающимися на зарядных станциях производства компании Автоэнтерпрайз. Уж очень часто этот вопрос возникает у наших пользователей и клиентов. Когда зарядная станция имеет только один коннектор, вопросов не возникает. Вся доступная мощность отдается одному автомобилю, подключенному к этой станции. Хоть 10, хоть 15, хоть 80 ампер, как любит Тесла. А вот когда зарядная станция имеет два коннектора, и они одновременно используются для зарядки двух автомобилей, то уже возникают вопросы распределения мощности. И тут есть два варианта. Допустим, мощность сети переменного тока, к которой подключена зарядная станция, с лихвой перекрывает запросы машин. Тогда каждое из авто, подключенные к этой станции, просто получат свой максимум. Допустим, два Nissan Ali второй генерации одновременно встали на зарядку. Каждый из них может потреблять по 6,6 киловатт или по 30 ампер переменного тока. Если лимит зарядной станции превышает 60 ампер, то машине абсолютно все равно. Сама она заряжается или с такой же одновременно. Скорость зарядки при этом будет максимальная. Второй случай сложнее. Допустим, зарядная станция не может брать от сети больше 40 ампер. Ну, не в состоянии сеть больше отдать. Такое часто бывает. Этого явно мало для одновременной зарядки двух машин. Вот тогда в дело вступает тот самый делитель. В таком случае получаемая от сети мощность зарядной станции будет делиться поровну, по 50 процентов. То есть каждый автомобиль в этом случае будет получать максимум по 20 ампер. Понятно, что время зарядки при этом возрастет. И особенно обидно это будет водителю, который первый встал на зарядку. Представляете, подъехал такой, подключился, рассчитываешь, что у тебя там через два-три часика батарейка будет полностью добита и уходишь. А в это время подъезжает другой водитель, точно так же подключается к станции и твое время зарядки существенно возрастает. Вернулся, а машина не заряжена. Да, обидно. Ну, что поделаешь, такое бывает. Но это все о зарядках переменным током. В зарядных комплексах Auto Enterprise, которые способны заряжать еще и постоянным током, так называемая быстрая зарядка. Алгоритм работы делителя мощности несколько иной. В одновременном использовании зарядного комплекса несколькими автомобилями, один из которых заряжается постоянным током по стандарту CHAdeMO или CCS, именно этому автомобилю и будет отдаваться приоритет. Логика такого решения очень проста. Ведь это быстрая зарядка. А если ее ограничивать, то какая же она будет быстрая? Автомобили, которые заряжаются при этом переменным током Type 2 или Type 1, они получают мощность по остаточному принципу. То есть все, что не использовала в заложенном лимите станция, заряжая машину постоянным током, отдаются вот этим потребителям. А если к зарядке постоянного тока подключено в этот момент что-то действительно прожорливое. Та же Tesla, например, которая запросто сожрет 120-130 А и не подавится. Вот тогда делитель мощности работает по-другому. Вот тогда аппетит этого самого монстра ограничивается таким образом, чтобы каждому из заряжающегося переменным током доставалось как минимум 6 А. Да, немного. Но согласитесь, хоть что-то. Ведь при том уровне развития сети зарядных станций в нашей стране, которых, согласитесь, намного меньше, чем хотелось бы, даже зарядиться 6 А, первыми, хоть как-то зарядить батарею дорогого стоит. Ну, чтобы доехать до следующей зарядки. Вот так работает делитель мощности зарядных станций компании Автоэнтерпрайз. Ну, а на закуску о перспективах. На сегодня в зарядных станциях компаний не реализована возможность одновременной зарядки двух автомобилей постоянным током, скажем, ЧДМО и ССС. Дело в том, что делитель мощности для работы в таком режиме требует внесения изменений не только в программную, но и в аппаратную часть зарядных комплексов компании, над чем сейчас интенсивно работают инженеры. Продолжение следует...